Музыкой можно очень много всего рассказать, то, что нельзя выразить в литературе, например, или в искусстве. То есть это не только язык, как язык, то есть это еще и какое-то ментальное общение происходит. И мне очень нравится присутствовать в этой сфере. Для этих одаренных детей музыка – не пустой звук, а музыкальные школы, можно сказать, второй дом. Теперь юные таланты стали на шаг ближе к мечте стать знаменитыми исполнителями. Помочь в этом призван новый образовательный центр, который открыли в Алтайском крае. Подобные ему учреждения впервые начали появляться в 2013 году благодаря проекту Юрия Башмета. В Барнауле с концертной программы известный российский артист играл в позапрошлом году. В том концерте играла одна из выпускниц нашего музыкального колледжа Валерия Абрамченко, которая сейчас работает в коллективе Юрия Башмета. И решили, что у нас очень серьезный уровень преподавания, и поэтому можно развить систему поддержки юных дарований в Алтайском крае. Серию первых мастер-классов и концертов открыла программа с участием Дмитрия Маслеева, одного из ведущих пианистов России и мира. Ему и другим преподавателям, а также обычным слушателям, которые пришли на галоконцерт, свою программу представил и каждый из молодых талантов. Школа Башмета работает по всем направлениям, и мы будем сотрудничать и с преподавателями народных инструментов, домрами, балалайками, баянами, аккордеонами. Это будут и пианисты, как, допустим, завтра Дмитрий Маслеев, он будет в музыкальном колледже работать с пианистами города Барнаула и Биска. Мастер-классы будут идти несколько дней. Наблюдать за тем, как взаимодействуют ученик и педагог, смогут преподаватели музыкальных школ и родители. Занятия с разными знаменитыми исполнителями планируют проводить 2-3 раза в месяц. Взять урок у музыкальных мастодонтов сейчас может попробовать любой ребенок, обладающий определенными навыками игры на том или ином инструменте. Для этого нужно отправить заявку с видеодемонстрацией в Алтайский государственный музыкальный колледж. Данил Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком.